Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый Коллекционер. Друзья, в этом видео мы поговорим с вами о браках, о браках обиходных монет Украины. Я покажу вам, что сейчас выставлено на сайте Violet, что можно приобрести. Покажу, какие цены, какие были продажи разных браков. Эта тема довольно интересна, потому что вы можете получить что-то на сдачу, что-то у вас в копилке. Конечно, если в данном примере 25 копеек еще уже у нас не ходят, не поднимают, но в копилках такие монетки можно найти. Предлагаю поразмышлять на эту тему, посмотреть какие цены и какие лоты сейчас выставлены на сайте Violet, где я регулярно как выставляю, так и продаю свои монетки. Если тема интересна, продолжайте смотреть. А перед тем, как мы начнем, ребята, у меня есть инстаграм, в котором я отвечаю на ваши вопросы. Вы можете прислать фотографии своих монет, которые вы бы хотели выставить или продать. Подписывайтесь, называется CoinsUkraine, ссылка на него будет в описании. Также я здесь выкладываю интересные редкие банкноты с интересными номерами, какие-то вещи, которые не попадают на основной канал. Так что переходите, ссылочка будет в описании. Буду рад вас добавить и общению с вами. Ну что ж, поехали. Первая у нас монетка 25 копеек 1992 года. Это смещение штемпеля. Мы видим, что еще один день на торгах данная монета. Ссылки на все лоты я оставлю в описании. Я с продавцом не знаком. Вот еще так скажу. Но когда появляются интересные коллекции или подборки, это всегда интересно показать на канале. И мне посмотреть, и вам показать. Мы видим вот такой брак у нас чеканки 25 копеек. Чуть дальше я покажу, сколько же стоят, может, такие браки. Видим, что здесь мини-коллекция разных браков. И давайте посмотрим и поразмышляем на эту тему. Конечно, сейчас время осень, Новый год. Время продавать монеты, если вам коллекция, например, надоела, или вы хотите что-то новое приобрести. Сейчас лучшая цена для продажи обиходных монет Украины, потому что люди занимаются своим хобби. Люди сидят дома, когда холодно, когда не хочется никуда выходить. Особенно в карантин. Представьте, закрываются все-все-все заведения. Какой локдаун у нас еще ждет, мы не знаем. Но вот как раз время заняться своим хобби. И люди интересуются и покупают данные монеты. Первый вид у нас смещение штемпеля. Дальше также по смещению я открыл показать, какие варианты бывают. Конечно, бывают и у иностранных монет такие браки. Вот мы видим один злотый. Но цена на эту монету формируется только от желания купить и количества коллекционеров, которые готовы поставить. В данном случае, что мы видим смещение одного злотого, у нас не набрало даже 100 гривен. Потому что, возможно, тема в Украине не так развита. Или не было того коллекционера, который собирает именно такие смещения штемпелей. И потому конкретно данная монетка продалась довольно дешево. Давайте посмотрим, какие бывают еще продажи. Вот у нас 5 копеек 92-го года. Тоже при чеканке у нас было смещение. И в принципе 5 копеек довольно интересная монета. Почему? Потому что их уже нет. Уже вывели из обращения. И найти из перебора довольно сложно. Такой брак. Мы видим 300 гривен набрала данная монета. Следующее у нас смещение штемпеля. Это тоже 5 копеек 92-го года. В хуже состоянии. Видим на ней коцки, проблемы. Но при этом тоже монета набрала 220 гривен. Конечно, интересно, что есть коллекционеры, которые приобретают монеты с такими конкретными проблемами. Я бы не рекомендовал брать монеты с такими проблемами. Видим, что в монетах СССР тоже бывает смещение штемпелей. И здесь, к сожалению, было не с одной гривны торги. Была одна ставка за фиксированную стоимость. И конкретно, что можно сказать? Что нашелся тот человек, который готов был поставить именно эту стоимость. У которого есть желание разместить такие 5 копеек в своем альбоме или просто в коллекции. Советская тема всегда была популярна для тех, кто занимался давным-давно. И вот такой вот брак, мы видим, 10 копеечный. Был продан за 2 500. Сейчас мы вернемся, конечно же, к украинским монетам. Какие могут быть еще браки? Непрочеканы. Вы знаете, что я покупаю в своем инстаграме разные непрочеканы. Выставляю, показываю вам фотографии, сколько они стоят. И вот мы видим непрочекан 50 копеек. Бывают разные ситуации, почему такой непрочекан появляется. Может быть масло там попадает или какие-то посторонние предметы. И у нас вот такая проблема случается. У меня есть подобный 50 копеек. Кто давно на канале смотрит, видели мои обзоры. Ссылочку я оставлю в описании. И видим, что сейчас торги идут на данный непрочекан. И в принципе он довольно неплохой. Может быть я тоже поучаствую в торгах. Хотя с другой стороны 50 копеек у меня есть. Данный формат мне не так интересен в мою коллекцию. Но вы можете зайти на Виолити и поучаствовать в торгах, если эти 50 копеек вас заинтересуют. Гривна. Конечно же гривны будут стоить дороже. Дороже, потому что, во-первых, есть отдельные альбомы, куда можно сложить. Я показывал на своем канале красивые альбомы для одной гривны. Это факты о гривне. Есть такой альбом. Вот такая у нас гривночка. Довольно приятная. При том, что золотые гривны будут убирать. Найти такую монетку будет все сложнее и сложнее. 2010 год. В принципе, интересный экземпляр. Тоже у меня есть непрочекан одной гривны. Приблизительно в таком же формате. Цена уже на данный момент 755 гривен. Еще один день у нас в торгах. Что дальше? Две гривны непрочекан. Видите, и в новых монетах, которые выпускает Национальный банк, уже случаются подобные браки. Ну, что поделать. Это производство. Действительно все. И за всем не уследишь. 600 гривен набилось уже на данную монетку. Видим, кто покупает. Ребята. Знакомые ники, скажем так. Но в целом, я думаю, это прикольная монетка, которую можно себе положить в коллекцию. В новых альбомах коллекционер есть разновидность, куда можно положить 2 гривны. Но по таким вот бракам там 2 гривен нет, к сожалению. Давайте посмотрим, что же дальше у нас. Какие непрочеканы. Это 25 копеек. Ну, тут интерес не такой большой, потому что, как вы видите, не такая плотность непрочекана. Скажем так, видно еще трезубец. То есть, я не думаю, что сильно много наберет данный непрочекан. Но тоже он интересен. Можно посмотреть, кто торгуется. Ну, видите, много знакомых ников, которые регулярно покупают по монетам Украины. Не то, чтобы я с ними знаком, но они мелькают в ставках. 50 копеек у меня тоже вот такие есть. 336 гривен набрали. Ну, знаете, цена, она формируется от того, насколько прямо сейчас столкнутся здесь 2 коллекционера, которые готовы поставить ставку. И перебить, и дать больше, больше, больше. Цена может дойти гораздо, гораздо до каких-то серьезных вершин. Вот. И при этом бывает несколько продавцов могут покупать или зарубиться. И монета набирает значительно больше, чем ее, например, оценивали даже там эксперты Виолити. Следующая у нас монетка с Непрочеканом это 25 копеек. Ну, здесь, конечно, поприятнее. Я сказал, что все ссылочки я оставлю в описании обязательно. Ну, давайте посмотрим, сколько же вообще набирают Непрочеканы. Сколько, какие цифры у нас по продажам именно Непрочекана. Ну, вот мы видим, что разные-разные варианты мы видели. И подешевле, и подороже. Если летом продавалось, можно было подешевле продать и купить. Сейчас цены зима. Я объяснил, почему. Вот. Некоторые ставят у нас стартовые цены, фиксированные ставки. И монеты могут продаваться, но очень долго. Вы знаете, бывает, монетка продается, она может стоять и полгода, и год. Пока не дождется того покупателя, который увидит, который скажет, да, именно эту монету я хочу. Плюс этого, вы можете продать монету под тому ценнику, который вас устраивает. Минус того, что эта монета может продаваться очень-очень дорого. Если бы, например, она продавалась одной гривны. Думаю, не факт, что набрала бы такую цену. Хотя, все может быть. Давайте дальше смотреть. Какие-то маленькие монетки у нас. 5 копеек, например. Тут год, видите, не отображается. Мы не знаем, какой здесь год. Но набрала свои 100 гривен. Тоже кто-то положит к себе в альбомчик коллекции. Видите, если весной-весной цена была всего 140 гривен. Гляньте. Вот за такую вот гривну. Сейчас вы видели, да, какая цена уже на такую бракованную гривну. Ну, однозначно еще, конечно, от продавца. Зависит, за сколько он готов выставить конкретную монету. Готов ли с гривны давать или ставить, как здесь мы видим, по фиксированной цене. Дальше мы видим копейку не про чекан. В принципе, тоже копейку у меня есть. Я брал в районе 200 гривен. Здесь гораздо получше не про чекан. Я в следующих видео вам покажу. Или она у меня есть в инстаграме. Вы можете зайти посмотреть фотографии. Там даже целый обзор я делал, который не попал на канал. А в инстаграме я выложил. Действительно, там она получше, чем здесь. И, понятное дело, я ее за 200 гривен купил. Давайте дальше смотреть. 50 копеек не про чекан. Более слабые не про чеканы тоже ценятся. Но очень мало. Здесь доставка будет стоить дороже, чем сама эта монета. Копейки, вот полный не про чекан. Вот что-то подобное у меня есть. Купленная монетка. И здесь мы видим почти 400 гривен у нас. Старт был с 5 гривен. Почти 400 гривен данная монета была продана. Кстати, я бы рекомендовал ставить не с 5 гривен, а с 1 гривны. Чтобы монетка попала в рубрику еще дополнительно монеты с 1 гривны. То есть, если вам не принципиально 1 гривна или 5 гривен, ставьте 1. Потому что вы попадете в Виолите в отдельную рубрику. Так, давайте посмотрим, что же дальше. Следующая копейка не про чекан за 280 гривен. Одна ставка, но это именно тот случай, когда продавец, покупатель нашелся, который за эту стоимость. Это я уже показывал гривна за 140 гривен. Так, что мы видим дальше? Не про чекан у нас Аверса. Вот такая была продажа 28.07. Видите, как раз это мы видим показатель того, что такие не про чеканы, собственно, случаются. Какой брак еще бывает? Это выкус. Как видите, довольно тоже интересный. Я знаю нескольких коллекционеров, которые в Харькове собирают такие монетки. И они бывают на разных номиналах. Давайте посмотрим, какие стоимости. Здесь мы видим, еще торги идут 100 гривен. Здесь монетка у нас разных годов. Тут 92 года, а здесь 2009. Видите, в разных годах данные выкусы случались. 241 гривна сейчас стоит. Тут небольшой совсем выкус. Смотрите, такой совсем-совсем незаметный. Я бы обратил внимание на 5 копеечные вот такие монетки с браками. Потому что 5 копеек, ну, довольно прикольно то, что их сейчас уже вывели. И довольно крупная монета. Под нее можно сделать и альбом, и может появиться в будущем разные альбомы. Так что тут зависит от производителей. И листы отдельные могут быть. 50 копеек 92 года видим выкус. Давайте дальше. 10 копеечные. Ну, тут, видите, не очень активно идут. Плюс еще состояние. Что монетка в таком состоянии. В целом, что можно сказать по выкусу. Вот такой запрос у нас. Выкус. Можно продавать подборкой. Когда мы фиксируем стоимость, выставляем. И у нас подборка коллекции. Но бывает такое, что выставляют конкретно по одной штуке. Посмотрите, и советские у нас монетки продавались. Вот по 70 гривен, и по 250. Ну, конечно, миллион не заработаешь. Работаешь на таком браке. Но довольно интересно. Можно создать себе коллекцию. Гляньте, вот за 600 гривен у нас уходило. 5 копеек выкус. Что можно сказать? Даже царские копейки. Вот, пожалуйста. Но тут очень странная какая-то цена. Возможно, лот сняли с торгов. Что мы видим дальше? Наши современные украинские монетки с браками. Ну, друзья, я бы хотел подытожить. Каждый собирает ту тему, которая ему нравится. И вы видите, даже в холдерах формат сохранения монет вы выбираете. Альбом, холдеры. Просто они у вас лежат дома в какой-нибудь коробочке. И это то, что нас радует. То, что нам дает удовольствие. Иногда это можно выставить. Здорово, что наше хобби монетное. Оно и приносит деньги. Когда мы захотим, например, с коллекцией расстаться. Ну, бывает, надоедает и так далее. Люди выставляют. Так что на сайте Виолити вы сможете это сделать. И сможете также приобрести. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел этот видеоролик. Подписывайтесь на мой инстаграм. Пишите мне в директ. Задавайте вопросы. Давайте общаться. Присылайте, если у вас есть что-то на продажу. С радостью рассмотрю ваши варианты. И будьте подписчиком канала. Потому что я разыгрую разные монетные подарки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok